Всем привет! Сегодня в Минске спек, я не знаю, сколько там поступков, ну, 30-20, может больше, и я буду зараз отказывать на питание, которые мы задаем в театре «Звучь и выхода». Ну, чему я попробую, Дмитрий Амин Галитов. Первое вопрос. Думаю, что один из вариантов, что в этой пьесе ничего не происходит, что все, что из течопостей ждут, но иначе ничего не отбылось. Другое вопрос. Что было таким файным, крутым процессом репетиции? Был таки один момент, мы працевали на левом березе у дитяшем садку, там, где были там разные схожи, что декорации. Я не памятую, как это место докладно называлось. И мы працевали там. И был таки один выпадок с Виталем Нажновым. Мы працевали, 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 репетовали. И потом я что-то подумал заработать. И начал это показывать Виталю. И он вельми жорстко мне сказал, отойди, займи свое место, я зараблю это все сам. И это было супер принципово. И вельми уразило меня. Третье питание. Что было тяжким у репетиции на процессе, альбо в уголе, я так разумею, у складания спектакля. Был таки момент, был таки выпадок, коли мы сделали уже декорации. Так само, я на этом были на левом березе. Не удаляйте на левом березе. Венчинка. Где проходили репетиции, еще раз. Повтораюсь. Мы повинны были их вести уже в сам театр. На пляцовку. И мы не могли это сделать два дни, потому что немогчевно было привести, потому что Саакашвили робил пикеты. Это было очень удивительно. Такой был экзистенный политический и эмоциональный мастерский стан. Он даже добавил такого шарма для своего процесса. Четвертое питание. Какие выпадки курьеза бывалися подчас спектакля и репетиции? Был такой момент, был такой выпадок, когда на той час помощником режиссера была Татьяна Губри. И она в этот день, в день спектакля, в первый день премьерных показывает эти другие, эти третьи. Я уже не памятаю. И она тратил на подковые машины. И я ее забрали у шпиталь. Вовсе. Это было очень нечекано. Было очень эмоционально. Она не понимала, что с этим делать, как функционировать. Потому что она выполняла очень много работы поза сцены. Ну, хорошо, что все произошло. Потом, наконец, все вышло в хороший стан для нее. Так что вот такой был выпадок. Это было очень страшно и нечекано, нестично. Пиша, пожалуйста, за колесами. Это все, Кристош. Засмучайся. Ай, фигня. Мы продолжаем нашу рубрику «Вистава тижня». На этом тижнем мы будем говорить о виставе «Места Боги». Первое моё питание, уже традиционное, которое для вас знакомое. Хочу запитать вас и попросить описать свой репетиционный процесс над виставой одним словом. Треш. Эксперимент. Открытие. Крэйзи. Сопротивление. Марафон. Экспрес-треш. Аут. Давайте так. Ваш акторский кейс при работе над этим материалом, над цей виставой и с режиссером Юрієм Діваковым? Швидше за все, вивільнення, напевно. Бо роль була наспротив. И, власне, я уже введена её після. Догодилося десь до якихось речей там самому доходити. Деякі речі мені як партнери підказували. Вже коли режисер проїжджав, білявся, вже він фіксував якісь моменти. А загалом це, ну, тотальне вивільнення. Тому, там, все, що ним було запропоновано, було для мене втілити одразу просто так. Ну, дискомфортно. Я не працювала з Юрою, але коли я вводилася, скільки це, по-моему, дві репетиції було чи скільки, то в Юру мені замінялись всі ці люди разом. Я навчилася розуміти свою інтуїцію з приводу такої форми. Цілуватися з жінчиною. Був дуже класний момент, коли Кристина після виставлена. Всі кажуть, і вона всіх славила. Так, 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 що ти знаєш, і все зберігаються, коже всі щось наговорили. І я поняла в якийсь момент, коли сталося. Бо Кристина така, я тебе зрозуміла, але я думаю інакше. І всім так, я думаю, ну, все, встала на місце. Встала на свої дві ніжки і каже, я всім дякую, а далі я сама. Думаю, клас, от далі попре. Вміння не здохнути до робіського страху. Напевно, вивільнення всіх своїх внутрішніх чергів, які я не мав можливості показати. Або через якісь свої внутрішні затиски не випускав з себе. Тобто звільнення від затисків абсолютно. Свобода. Свобода фізичної поведінки на сцені. У мене це був дуже такий цікавий момент, бо я тоді багато знімалася. Я ще не випустила виставу. Я кажу, я можу так, 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 просто сиди. І в мене стільки енергії, мене так ламало, мене так ковбасило. Я не могла просто сидити. Сиди просто. А можна я тебе скажу? Не можна. Ні, просто сиди. І в мене це був такий внутрішній спротив. Мене так ламало і ковбасило. І коли на першому, мабуть, тільки прогоня на глядачі, я зрозуміла цю монументальність, і коли все відбуваєте в тобі, але фізично ти не рухаєшся, це знаєте як ці скіфські баби, в яких там є заряд в космі. І коли вперше ти зробив це відчуття і так. Інтерстеллowski. И мне это было просто... Я в себе знала, как Юрия, я так тоже умею, крутяк, это какая-то другая, новая, для меня в тот момент неизвестная я. Это просто тоже было круто. Это была моя первая работа таких серьезных для меня в театре Золотой Брота. И тогда научиться доверять режиссеру и полностью выдавать себя. И идти за ним. И не бояться ничего. На працювание техники, потому что это очень сложная для меня вистава физически. И постоянно надо быть в тонусе, постоянно работать над своей дикцией. И постоянно надо быть таким механизмом, который это круто. А сгоден с Вовой на рахунок свободы, потому что моя сцена с люстрой уже долго не шла. И Юра подошел и говорит, ну вот отпусти себя, вот как пойдет. Подбирайся. Вот когда оно и пошло, да, подбирайся. Або спортивная вытремка, потому что Юра сказал, что твоя сцена и для него, который вообще все спортсмены. Он сказал, что ну ты как бегун на вот каком-то марафоне, ты должен выйти, отдаться всему марафону и в конце сдохнуть. Ну то есть это разложить себя вот. Это спортивная вытремка. Во-первых, это на самом деле марафон. Ты в какой-то момент просто чувствуешь сколько в тебе сил и как правильно их распределить по всему остальному, чтобы реально они сдохнули. Потому что темпу ритм, если ты его набираешь на начало, ты выдыхаешь где-то наприкінцы. Если ты все правильно сделаешь, как учил Юра и все эти тренажы, которые мы делали. Просто без речи текста, который нужно синхронно, ритмично вымолвать так, чтобы это было еще для глядача и чтобы мне еще думку там несли. Я понимаю, что это для меня очень важная будет психологическая роль. Очень много моментов, в которых мне нужно будет проживать с опытом, со своей глубины. Все точки, которые притаманы моими персонажами и при этом вывести свои внутренние страхи. Страхи, которые вы держите в профессии, тоже держите. То есть, тот кейс, который я набыл, это реально, он позволил максимально играть, максимально экспрессивно. На максимуме. Вообще реально. На переключках, и максимум.. Ну то есть, он сказал, давай, 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 погнали! И ты несешься, 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 и отсюда все в этом.. Инспрессия вылетает просто. Потом пауза, пауза. И снова. и позволить себе максимально награти так, чтобы это награти и подкрепить внутреннюю. Мне кажется, это левелап. Когда ты прям награешь, как шаталюба, но от этого тебя начинает трясти, слезы начинают, потому что это все подкрепить внутреннюю. Теперь будет следующий вопрос. Питание будет таким же. С какой тваринкой асоциируется у вас ваш персонаж? Сурикат. Реально. Я хамелеон вместе с кристушью, наверное. Ну, конечно, сама письма. Кит. Кот. Юта – это сороконишка. Клев – это блохастый пес. Тереза – это курка, может. Два друга. Квилл и Капс. Эти чуваки – это, может быть, апосумы из Ледникова второго. Они мне очень напоминают такие. Мертвый сборач поддатки. А, это Квиль. Кудав или Питлок. Заяц, но такой немного сложный. Такой чем-то вколенный. Мне кажется, что это какая-то белка. А вот я думаю, что это белка, из которого пить будет все слышать. Но хамелеон – классный классный. Ну и у меня без вариантов. Кугутишь. Давайте наступное будет вопрос таким. Что наибольшь важливое для вас у этой виставы? Ой, на данный момент это все-таки встрибнуть в эту энергию, которая уже народжается до тебя твоими партнерами. Это уже и темпо ритм. Ну и, в основном, все те, что летает над тобой. И тебе главное – это протягнуть протяжении своей сцене и передать следующему партнеру, кто там уже выйдет после твоей сцене. Угу. 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 Давай, эмправизация, эмправизация. Сейчас. Эмправизация. Что вы делаете? Эмправизация. Наверное, ну вот в конце говорится… Нет, нет, нет. Не про то, что… Тема. Тема виставы. Тема, тема виставы. Тема, вообще пьесы. От, мне, чему не считается. Ага. Место, в котором ничего не считается. Тема, вот, «Сробить купить». Я, может быть, метафоричность этой виставы и возможность дать глядачу «відчути», а не «зрозумение». Люди выходят або посеред виставы, або після виставы с певным багажем «відчуттів» и переживать. Это самое важное, что в целом. А вы не выходите вообще? Да. И кубик рубика. Когда все штучки складываются на свои места, когда кто-то там повельнее двигается, кубик рубика не крутится. Чтобы они все так и светло, и звук, и актори, и как тягнуть куколку, и сколько дима выходит. И когда этот кубик… то никто не выходит. А когда он так крутит… Для меня не важно больше виговорить весь текст и донести информацию до глядача. Это, может быть, найважливее. Потом это не выписать из темпо-ритма выставы. И на меня очень большая ответственность начать выставу. Дякую. Задашь, начнешь, так и будет дальше. Дуже-дуже важливо задати ти темпо-ритм. И протягом цієї выставы захоплювати темпо-ритм и передавати наступление. Юра дав очень много свободы нам в этой выставе, но какие-то рамки существуют. И мне кажется, главное не выписать из этих рамок, не награти и так далее. Чтобы ты вернулась до того, чтобы ты встачал физически и кубик рубикс-класса. Напевно, главное слово – подия. Отчувать подию в месте, в котором ничем не происходит. Это ощущение того, что ты каждый раз играешь подию в каждой сцене. Что максимально сильно стается. И это очень тебе вражает. И если это тебе вражает, то это вражает и кубикам. Найважливее, что эта выстава отличается от всех других выстав, потому что она реально трепала. Она как наркотики, а есть выстава «Место Богилы». Есть какие-то аудио наркотики, или что-то. Когда человек седает, и она ничего не понимает, а из нее что-то происходит. Почему фишка этой выставы, что она разлетается среди театральных наркоманов, которые просто приходят в этой комнате. И деякие ходят в транспортах просто. И вообще не все. Окей. Зачупили трошки этот момент. Давайте как раз поговорим про треш-калаш. Что это такое? Для чего этот жанр? Как в нем существовать акторски? И чем он отличается от другого способа существования, от других жанров? Чи нужно именно такое выставить? Ваши думки привод к жанру, вашему существованию в этом формате? Ну... Лучше не важно, потому что это что-то неправильное, это что-то нелогическое для простых православных прихожан. Воно вызывает, або воно тебе подорожить, або воно вызывает в тебе какое-то вторгнение, но воно что-то в тебе вызывает. В каждой человеке оно не может прийти на эту выставу, выйти и сказать, типа нормально. Эклектика, стилистичная эклектика, воно, певно, мае максимальный дозвол всего. Тобто, мы позволяем себе использовать абсолютно все художественные средства, объединять их в одной выставе и выполнять это. И поэтому он такой коллаж, потому что это совместительное, несовместительное, но что это можно было как-то понимать, и художественно, и эстетически, и литературно, и акторски. И абсолютно выгонтать все, что происходит и понять. Одна думка коллег-акторей, которые приходят и смотрят эту выставу из других театров. И они говорят, что это что-то страшное, что-то неизвестное, но вам так повезло, что вы попробовали работать в этом жанре. И все говорят, что это правда. Дреш. Это такой контрастный душ. И присутствует такая клиповость, нет таких плавных переходов между сценами, сюжет, который разгортается, все линьи поясняются, а вот такая нарисочка типовая, ну, поэтому коллаж. Как ииснувать просто максимально точно, по-перше, указавки режисера, следовать его указавкам, потому что, если ты в этой выставке то же самое, где-то пойдешь, как говорится, по школе, где-то в переживания, но от внешнего ты добираешься до внутреннего. Внутренний тебя накрывает так, что потом иди в внутренний. Треш болевая тут в этой выставке в том, что происходит очень сильная виберболизация не того, что происходит, а того, как это происходит, как это подается, как это говорится, а именно существование нас на сцене каждого персонажа прямо и за рахунок звуковых ну, художных эффектов, звуковых и переключок рязких этот коллаж создает собой набор на первый взгляд сюжетно незрозумимых, но эмоционально очень чувствительных картин. Если мы играем в эту выставку, то у меня есть ощущение, что я начинаю разговаривать со своими внутренними темами, они реально и я чувствую, что это на самом деле происходит у каждого. Я не знаю, как это правильно эстетично звучать, но я просто говорю про свои ощущения. Мне кажется, что треш, потому что эта энергия все эти демоны это кайф мы все нагибаем от того, что ничего не понимает, а мы знаем, что в фенале будет и как бы это 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 как как фенал и ты таки ага, треш, ну и поможем. Я напевно дополню уже то, что было озвучено тут. Насколько я понимаю, что треш, за счет того, что каждая история рассказана без жидкого табу, и в этом, в основном, трешов из каждой истории. Тобто травма, трагедия, боль каждого героя, героин, и в этой истории она показана и втелено без жидких прикрашений, ни про что тут не замовчается, все говорится вверху, и это, в основном, тот момент, до чего не готовый глядача, поэтому он выходит, когда он начинает пизнавать. Миколажность в чем? В том, что каждый приватный кошмар утворяет загальную действительность целой истории и утворяет историю жизни богов. Поэтому мне кажется, что дань в сегодняшнем дне выставы побежала. Мы поговорим про текст и про работу с ляльками, потому что это единственная выстава в репертуаре Театра Золицы Ворота, в которой мы работали с ляльками, вы смогли работать. И еще мне интересно с таким текстом в таком формате. Что? Какие особенности? Какие трудности? И в чем он? Для меня, как для человека, не было с театром предметов, здесь был первый момент, где я бегаю с певником, где я с ним понимаю, по сегодня задаю запитание, что он в руках мог бы работать чуть-чуть по-другому, чем он работает. И я сам являюсь какого-то по-другому, что кто-то тоже маніпулирует. Не маніпулирует ситуацию. Это целом намерешься. очень сложные речи, но в той же момент в этой выставе он очень важен. Вся история неправильная, неправильная, неправильная маніпулированная. Найбільше важно с текстом просто не интонировать, не впасти в интонирование и в манеру. Не в кривляння, а про мастерство. Короче, так. Для меня работа с текстом на фоне активной физической деятельности я всегда на початках отримал много зауважений Юрки. Він просил не пояснювати, намагался все проинтонувати, все розкласти на свои місця, я поеду туди и сделаю те, а давай так. Я намагался вкласти дуже багато думки туди, куди ее вкладывали, потому что она появляется от сприйнятя фізичного малюнку. для меня акторство. С Лялькою и Лялькою это для меня новаторство было. У меня един партнер Гизела, с которой нужно общаться и чувствовать какой-то фидбэк от нее. И ты чувствовал? Я закончила Ляльковой, поэтому очень люблю синтез драматичного театра и театру Ляльок. Когда работают и выживаются предметы. Я кайфую от таких листов. Мне очень понравилось. это уже для меня класс. И конечно класс. Мне понравилось. Понимаете этот текст и его по Ляльками даже это отдельный персонаж. у нее очень интересный характер. Потому что перед выставой мне дают моток этого провод вот так. И перед каждой выставой я розмотаю провид. если я не проверю провид то она выражается и начинает лягивать. Приклеивается на листове в подъем и так далее. А когда ты ее сделаешь как в суперсиле она такая ладяная как в жизни. Для меня работа с ляльками в этой листове это не первый и я теперь точно знаю что каждый раз когда ты берешь будь-яку ляльку до рук ты каждый раз по-новому пристосовываешься к ней и находишь какие-то новые засоби как с ней взаимодействовать. Кожа лялька когда она оживает это и с тобой и как сказала Настя это и тут важная такая штука если два автора взаимодействуют с одной лялькой тут важная командная работа здесь индивидуальность авторская харизма или еще какие-то засоби проявить тут тупо командная работа ты уже прямовываешь свое обмежение на один предмет или если у тебя обмеженный рух как у нас с ляльками позади вишни это табли афра у них рухается только шия и голова и тебе нужно в трех-четырех рухах раскласти многогранный монолог чтобы было понятно что происходит с персонажем и сделать такую скульптуру тебе нужно все чтобы отдельный рух работал там это очень федеральная работа уточки уточки они пан Андрей сказал что если ты с предметом договоришься то они на тебя выражаются уточки иногда руки вот так вот если я с ней общаюсь с ней не слышу значит все а если я что знаю и я слышу и все и ты погнал дальше полиция но на самом деле это кайф работать в таком жанре мне кажется это просто нам повезло потому что это детское детское оживление предметов когда сидит детка уточка доктор машинка и все они полюбленные персонажи у кого кто полюбленный и швидко чему мне очень нравится Андрей на гене выставе у меня есть возможность полежать на сцене чуть-чуть прислушать что там между ними происходит между ними и ханнами то он мне импонирует мне его шкода и по-людски я его очень хорошо понимаю мне очень страшно это человек который не дает проявить этот бедный только делает этот несчастный крок вкладывая все свои силы страхи и ратом вкладывается ерунтовина кто-то скажет и все он и все ясно все это это бодин потому что я круче смотрела и играла там то он больше всех на сцене но мне все я просто его понимала даже без типа мне просто как энергию и так 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 мне понравится бодин персонаж он большее часть тематических насквозных думок всей выставы которые он озвучивает они очень нам всем детьми мы эти думки повторяем и когда ты сидишь за кулёсами и потом частина и ты сидишь и чувствуешь какую-то реплику она как-то тебя налаштовывает на свою сцену потому что ты как бы то, что играет один персонаж ты своего персонажа и потом выносишь свою сцену и как-то так насквозно играешь мне нравится мой персонаж почему я объясню читал первую пьесу я прям захопился как как все живые люди чтобы он залил такую неудушевленную ляльку жив с ней и так честно честно своими болями и переживаниями делился а так я абсолютно поддерживаю девочек почему Бодин персонаж потому что он он конкретней и он он понимающий и его поведенка которая не была дивной она виправдана а мне Ореста очень люблю персонажей он бывает очень разный и это прикольно даже с технических причин когда у Ореста клейпатура у него болят икри он ходит по-другому и это такой кайф и так далее прилаштовывается и это так прилашительно я люблю все свои персонажи они для меня лучшие просто но если не свои то тоже Ореста потому что мне не важно все понять но он для меня оголенный нерв фонтан боли и там Ореста персонаж Бодин или Ореста потому что они потому что это великое несчастье и счастье я не знаю это такие загнанные люди что один стартер который волтует маленькую девушку и эта маленькая девушка которая кричит что я все расскажу папе но сам ей это очень бешено нравится и она не может как от этого абьюзера никак ну короче это бешеная любовь чувство запрещенное недозволенное ни церковью ни обществом ни чем на свете но она есть и он тоже не может без своей девушки маленькой жесть и чернуха улюбленную цитату да 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 реплика Андріївого персонажа Мариня это единственный рай с которого мы не можем обтекти реплика Водиного персонажа мама дай мне слово я куплю квитки и мы начнем новое життя чины не большими руками народиться в этом месте если человек хочет запрещаться до смерти на это Мариня это единственный рай с которого мы не можем обтекти все просто заздрят ваши гедди все просто заздрят ваши гедди и не спеши это не спеши это не спеши да все заздрят ваши гедди это как иван родиться в нашем месте не есть наибольшим грехом давайте кто мает подавитись эту виставу на вашу группу кто эти люди обиклиянин Катеренко там или другие мают пройти подавитись на миссию богов и увидят level up как к чему можно встретиться все 5 лет я думаю что эту виставу первое я бы рекомендовала подавиться людям которые готовы чувствовать какие-то новые эмоциональные экспириенсы что происходит что происходит с глядачем потому что что происходит на сцене мы в своем микроклимате мы чувствуем энергию а то что мы в зал очень хочется чувствовать насколько это может проникнуть глядача для тех, кто любит американские гирки да люди которые любят экспериментовать и чувствовать что-то новое не боятся почувствовать ни боль ни сором ни страх которые свободные которые готовятся принимать реальность как она не только свободно и красиво а и как она может быть честная я считаю что это устава которые считают что они все контролируют что все хорошо все так как они контролировали и значит этот мир движется за их схему и их выбить с этой схемой можно у меня пришла моя подруга которая сидела 6 лет в декрете она очень правильная она не мешает она она все по правилам она никогда не переходит дорогу на червоне светлая если зеленый мегал она станет она пришла и говорит тебе это иди и каждая сцена у меня таким внутренним эхом разрывалась у меня есть эти шовханы поскорчат себе жертвы и это мне до каких-то моментов стало страшно типа какие в мене демоны а потом вишня говорит что людям с хорошим вкусом и людям и любят этот хаосный феном это мать побачить все те кто не боится дивиться правде в очи про себя это то самое что сказала и Настя и вишня это такой сеанс психотерапии где все герои они тебе раскладывают тебя потому что если ты приходишь на такую выставку ты будешь готова до того что ты увидишь весь спектр всех своих неозвученных болячек за годину за годину за годину за годину что и формы и поместить за годин все таки ходить не только на комедии которые развиваются и легкие виставы и в театре и в театре и в таком и в таком в художнике как это очень выстава стоит Варто уважения, и я желаю поделиться, и каждый прийти, и розумеваться. А я желаю в этой виставе много лет жизни, а театр «Золотые вороты» великой сцене, чтобы эта вистава показала на великой сцене, в великом формате, с такими крутыми суфитами, цими головами. А я желаю в этой виставе, чтобы она поехала куда-то за кордон на какую-то смешную гастролюцию. Я хочу побажать в виставе «Место богов» хорошего психотерапевта. Я хочу побажать в этой виставе нашу энергию, чтобы мы не потеряли ее, потому что столько, сколько мы в нее вкладываем, это такой бесконечный обмен энергии, это такая коллективная энергия, и она за счет этого живет. Хочется, чтобы эта вистава жила нами. Друзья, а я вам дякую за ваш час, за наше спілкування, у кого так не вистачає останнім часом. Хочу кожному з вас побажати лицного здоровья, и чтобы мы с вами встретились уже не просто с приводу спілкування, а все ж таки и спілкування з нашими глядачами. Давайте за наших глядачів. До свидания. 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 Я ось. Вот, Лиля говорит на нём, чтобы итяни, что Илья сказал мне мне не сколько ни рассказывала Сказала это будет таксично. Но это реально было именно я- Мне так же себя.. Мне было очень сложено перед Couple девядачами, но это была моя первая виставка, и впервые в таком формате, мельчака мне conclusion было никогда, это было ничего сложнее. У меня был самый офигенный факапчик, который был вообще на этой виставе, потому что – есть момент, я тогда так бишусь, бишусь, и потом есть момент, Когда я выхожу на двоих костолях на авансцену Я делаю вот так тишину, я делаю вот так в зал Начинаю кричать у меня из рота лица кровь Тишина И тут Вы почти на месте назначения Поверните колено У кого-то сработает в зале навигатор Вы почти, а вы прибыли А выиграть? Но я единственное, что я понимаю, я реально начал шукать Что это место назначение Да, это тварь кричать на него Самому смешно, зрители просто уже лежать вот так Поверните, думаю, ну сцена профукана Потому что ну что тут Ну тут уже смешно самому Если бы я начал смеяться, это было бы логично Ну потому что, ну я типа дотянул до последнего И потом начал быстро всех резко пугать Что у меня тут Я вместе назначения Я люблю моменты, когда дым И у нас, например, новый камреж И дым пускают меня на гору И не знают, чому надо на гору А вниз И Вова бежит И просто так Вот это бывает через нас И я только сижу и думаю Тихо не вприсывай Тихо не вприсывай И он так Просто рухом тазу Так Звертает Славом Бобслейд И пешок Молодец И у нас Но при этом Вова не запрещает говорить Текст Только Продолжить начаться Думаю А это круто Я продолжу историю с дымом Гачок И я думал Что делать с люструю И пришлось переработать На висячу сцену А на половину Я попробовал Эту люстру И начинал Ага Вибачьте Просто суть в том Что я продолжу И Андрей Передает мне Эту люстру Я же выходу И все Забираю Андрей уже знает Что гачка нет Он мне уже И передает И у меня на сцене И тут Что происходит Ага Гачка нет Хорошо Что мы сейчас будем делать И еще факапчик Мое улюбленное занятие В конце виставы Когда мы там мертвыми лежим И у меня лежит Орес И постоянно Бодя там Ну так долго выходит Я могу сидеть Я специально спешу Ну давай уже Ну давай Себа Где ты ходишь И Орес Андрей Перестань Лиза 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 Джек Роу Шлюпку Ростик 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 Моя Ростик Он подплазает Я говорю Сахаменский пирде Что ты делаешь Что ты делаешь Да По-моему с Христи С тобой мы разкололись Когда Мы сидим У нас тут Драматичный момент Финал выставы Мы сидим Тримаемся за ручки Такий джес плак Сейчас спевать Филингу Терепы И Андрей Ложить в Орес И у него Майя Я сделаю все ради вас Ханна И он сказал И он Такая пауза Он такой Шо ж ты такие вошки Ээээ Бусил ты пернатый И мы вдвоем Скрыть Я расскажу предысторию В этот момент Я просто понимаю Что либо мы сейчас вместе зашем И никто не поймёт Должно быть так или нет Либо мы молчим И я вижу как мы На тени Там на противоположной стене Просто ты ко мне отвернулась А мне некуда было Бусил ты пернатый Смотрю Терриль Песле Володиной сцены Генератор разливая воды Он говорит Огого Не разливай воду Будь ласка Ск duel Да 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 Смотри опять полилось Он такой Грязный каши в воде в всех виставах какой-то факап происходит с костюмом в этой выставке костюм очень минималистичный в пакетик есть момент я падаю на подлогу у меня начинается приступ к эфилепсии и я лежу-лежу-лежу и потом я маю резко подняться и сказать все хорошо и начать и я лежу-лежу и Настя и он мне говорит ты боишься? и я на реплиции нет я не боюсь и я встаю и слышу и я понимаю, что моя сухня зачепилась за какой-то гачок на сцене и просто где-то там что-то хрустнуло и я просто стою так один на один с первым ряду и не понимаю вообще я еще в костюме но мне вообще что-то есть или уже как бы нет и ты понимаешь, что ты не можешь сейчас выписать из этой графики которую поставил режиссер ты не можешь себя потрогать и ты такой и я повернусь в профиль и так боковым каким-то зором я смотрю на глядача все нормально потому что там просто вся сухня там где-то по швах пошла и попо все видно вся сухня попо и попо просто там две ляльки я проводжу диалог ляльки бьются и потом после этой битвы мы выдыхаем и у меня посреди битвы я делаю жест и у меня головы на пальцах у меня просто одна голова вылетает в зал и я так и у меня такая пауза я понимаю, что у меня одна лялька мне еще надо довести сцену я так поднимаю голову и смотрю на девчонка сидит и я вижу где другая или третья где самая голова я смотрю на голову, смотрю на девчонку девчонка смотрит на меня у нас такая пауза все видят, что вышло и я думаю что делать? ну да и что не слышишь тут я така сижу, смотрю на нее и она на меня и я така ну така спасибо и просто когда Андрей завершу свою сцену я там тоже танцую и у меня одного разу лялька мне нужно идти сюда а я в другую колесу а я иду назад а я иду назад я стараюсь не попадать но иногда костыль попадает на виноградинку и просто просто у меня так встаю нормально а иногда бывает когда треш и было такое что там ты так классно потом сказал реплику через и я иду и я иду и я иду бежу 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 все поставил там по кресту вертаю скип уже все и тут раптом темнотина на меня налетает я иду и я иду и я и я чуть не помер и чуть матом на весь это Андрюша и у меня было два таких нюанси связанные с изминкой первая это с пляшками когда я закинчиваю свой монолок Гизело нужно тикаться Гизело пильнуймо я придерживаю к этой клубе что она у меня на сцене и шукаю две пляшки в углу нет я Гизело и это был, мабуть, самый живой с Гизелом Гизело Гизело я перекопал это было тогда когда с Богданом это необычное время было найти эти пляшки а а смешная и крутая финальная сцена у меня была это когда пожежа все место горит и они там пожежа пожежа и я так я убиваю колеса а Гизело нет а мне ее нужно сейчас и она сцена и я убиваю пожежа пожежа и я по всему театру за колесом Гизело пожежа и все такие в доме нам чекали я ее не нашел но было не переживай не переживай когда это произошло вилетает Вова с кулисы вилетает и у него есть такой текст ясус мария тут мреть тут мреть Вова вилетает и что он говорит мы все попали ясус мария ясус марий ясуп ковбель ясуп ковбель ясуп ковбель а у нас слышится ясуп ковбель и я которая должна ничего не выражать потому что вишня падает ясуп ковбель ясуп ковбель ясуп ковбель ты как-то сказал на ковбель но это мы все слышали ясуп марийка марийка ясус марийка ясуп ковбель ясуп ковбель ясуп ковбель ясуп ковбель и сидит в ковбель вхоплено в кресло все висядила пока все глядачи в зале светло вымкнуло пока мы решим где что звоним в службу узнаем если это в доме или только в нас и так далее никто же не говорит сидит глядач и сидит вишня и они так один из одного смотрятся 15 минут и потом мы уже поведомляем глядачам скажем шановные глядачи мы вибачаем ось такая ситуация мы маем затримать выставу давайте почекаем з вами полгода если у вас есть час если нет мы будем переносить выставу и так далее и частина глядачей выходит из зала для того чтобы почекать на улице и так далее а частина остается в зал ну и мы уже спокойно мы продолжаем звонить а вишня все сидит потому что из зала не вышли все глядачи и она сидит и я просто памятаю этот момент когда уже все прошло что мы уже разрулили с этой ситуацией и я встречаю вишню в коридоре и она почему меня никто не 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 было писяц холодно то что что сказать холодно ничего не сказать 45 минут у меня а я сижу и у меня начинается реформация я уже чувствую почки посмотрите на сколько вы зависит все ж таки от помощников режиссера которые работают все работают мы по поводу respecting что с и и и и и